здравствуйте друзья bitcoin падает и в этом видео я расскажу о причинах почему это происходит ведь за кулисами происходит множество важных событий о которых тебе нужно знать коррекция началась 14 марта и мы с тех пор упали на 11 процентов причины прежде всего это то чего все ожидали обычная коррекция на пути вверх и на самом деле всего несколько дней назад мы уже видели подобное как биткоин упал 72 тысяч долларов до 68 а 4 марта то есть больше недели назад мы видели падение с 68 до 59 тысяч долларов так что даже в последнее время происходят подобные движения а цена все равно продолжает двигаться в сторону повышения теперь если мы посмотрим на это с исторической точки зрения то увидим что например в 2021 году мы видели движение цены параболический вверх который сопровождалось периодическими откатами один и тот же паттерн снова и снова повторяется прямая линия роста коррекция прямая линия роста коррекция и так четыре раза до тех пор пока мы не перешли в медвежий рынок на четвертой волне на предыдущих бычьих рынках мы наблюдаем то же самое как и сейчас прямая линия роста откаты после этого отката снова прямая линия роста и снова откат и так до тех пор пока мы не достигнем окончательного пика рынка. И, кстати, для этого нам понадобилось около четырех повторений в этом цикле и четырех повторений в этом. Так что это то, к чему мы должны быть готовы. Поэтому вопрос, который мы задаем себе, верим ли мы, что это начало нового медвежьего рынка? Вот эта коррекция, которую мы сейчас наблюдаем? Я думаю, что еще нет. Это только второй шаг из четырех. Учитывая это, мы можем ожидать отскок цены в ближайшее время. Почему? Что ж, биткоин и криптовалютный рынок торгуются 24 на 7 без перерывов, в отличие от традиционных рынков, например, рынка фьючерсов. Спотовые биткоины тефы тоже торгуются только в обычные рыночные часы. Что это означает? Это означает, что фьючерсы откроются по цене выше, чем цена на спотовом рынке. Ведь биткоин торговался в то время, как спотовые биткоины тефы нет. И это будет возможность арбитража, когда и тефы будут продаваться в то время, как биткоин будут арбитражить в сторону роста. Вот почему я думаю, что даже в краткосрочной перспективе мы можем увидеть небольшой отскок цены после открытия рынков. Теперь о других причинах падения биткоина. Только что зашевелились почти 8 тысяч биткоинов, которые не двигались от 5 до 7 лет. Какова цель тех, кто спустя столько лет начали перемещать эти монеты? Люди боятся, что целью является продажа этих монет. Но это еще не все. Если мы посмотрим на спотовые биткоины тефы, то увидим, что вчерашний приток составил всего лишь 132 миллиона долларов. И это один из самых плохих дней по притоку в спотовые тефы. Это практически падение на 80%. В частности, фиделити, как ты видишь вот здесь, обычно показывал 250, 245, 150 и так дальше миллионов долларов в день. Ну а вчера это было всего лишь 13,7 миллиона. Это значит либо то, что притоки просто были маленькими, либо то, что продажи выросли настолько, что в итоге радикально сократили чистые притоки. Иными словами, фиделити может продавать. И мы подходим к окончанию квартала спустя 15 дней. Что делают эти институциональные инвесторы и даже крупные розничные инвесторы ближе к концу квартала? Они ребалансируют свои портфели и до конца квартала осталось 15 дней. Наблюдая такую огромную прибыль на своем спотовом биткоин-этефе и проводя ребалансировку, они могут продавать часть своих биткоинов и вкладывать прибыли в другие активы. Вот почему у фиделити такой низкий чистый приток всего лишь 13 миллионов долларов из-за этой ребалансировки. Кроме этого, есть еще и третья причина, почему мы падаем. По словам Эндрю Канга, огромный фонд заключил самую противоречивую сделку, которую я когда-либо видел. Вот что они сделали. Они открыли длинную позицию по биткоину. И это вполне нормально, но в то же время они зашортили акции микростратегии. Нужно понимать, что длинную позицию по биткоину они открыли не сегодня, а некоторое время назад. Но также они открыли короткую позицию по микростратегии. Это то, что называется Spread Trade. Получается, они делали ставку на то, что акции микростратегии будут падать, а биткоин наоборот расти. Как это вообще пришло в голову? Ведь у микростратегии столько биткоинов, что если биткоин будет расти, логично, что ее акции тоже будут расти. Но по какой-то причине этот институциональный инвестор сделал ставку на то, что микростратегия обвалится. Возможно, он подумал, что из-за нападок регулирующих органов в микростратегии придется продать свой биткоин. А уже после этого, когда продажи микростратегии закончатся, биткоин сильно вырастет. Поэтому он открыл шорт по микростратегии и лонг по биткоину. В любом случае, что-то у этого фонда пошло не так, его ликвидировало. Именно поэтому он потерпел большие убытки и ему пришлось продавать уже свои биткоины, а также пришлось покупать акции микростратегии. Вот поэтому мы видели недавно, как акции микростратегии росли на фоне падения цены биткоина. Естественно, это вызывает некоторую краткосрочную панику и давление со стороны продавцов на рынке. И еще одна причина заключается в инфляции, которая оказалась выше ожиданий. Инфляция CPI в феврале выросла до 3,2%, что выше ожиданий. И это 35-й месяц подряд, когда инфляция превышает 3%. Инвесторы считают, что это может повлиять на решение ФРС США по снижению ставки и ФРС ее не снизит. На этом фоне индекс доллара подскочил, а когда растет доллар, естественно, биткоин падает. И не только биткоин. 7 крупнейших акций тоже демонстрируют слабость. Тесла, Microsoft и так далее. Посмотри на 4-х часовой график. Я давно не видел такой необычной структуры. Обычно такие структуры заканчиваются падением, однако сейчас после них мы все еще продолжаем расти. На мой взгляд, такое поведение цены полностью вызвано спотовыми биткоинитьефами, которые сначала толкают цену вниз, а затем отжирают все монеты, которые только могут. И я думаю, что в основном это одна из главных целей Блэк Рока и остальных спотовых и тефов. Это избавить людей от их биткоинов. Мы видим, например, что люди с балансами менее 100 монет продают, а с балансом более 100 монет накапливают. Похоже, многие из тех, кто владеет от доли биткоина до 100 монет, паникуют и продают свои монеты Блэк Року. Посмотри на этот график. Посмотри, что происходит с 12 января этого года. Это один и тот же паттерн. Падение цены биткоина, падение цены биткоина, падение цены биткоина, падение цены биткоина. И все это сопровождается покупками. То есть падение цены совпадает с теми днями, когда спотовые биткоины и тефы покупают биткоин. Но это же явно не совпадение. Также очень интересен вот этот график. На прошлых булранах мы видим огромные зеленые диаграммы. Это означало, что люди масштабно и массово переводили биткоины на бирже во время роста цены. Однако в настоящее время на фоне вот этого взлета цены биткоина мы этого не наблюдаем. Наоборот, это рекордные за последние пять лет выводы монет с бирж. Кто-то просто забирает эти монеты с рынка и уводит их на холодные кошельки или другие кастодианы. Я думаю, что это тоже спотовые биткоины и тефы. Из-за сегодняшнего падения цены мы увидели большие ликвидации. Но вот что интересно, на отметке 76 806 долларов могут быть ликвидированы лонги на сумму 3,1 миллиардов долларов. Вот зачем нам нужны вот эти свечи с длинными фитилями. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Они постоянно повторяются на этом движении. Они просто косят и шортистов, и лонгистов, жрут в обе стороны двумя ложками. А что же говорит P-cycle top? Индикатор, который аккуратно предсказывал вершины булранов в прошлом. Каждое пересечение это знак, что цикл достиг пика. Что ж, на данный момент он еще не подал сигнала достижения вершины в ближайшее время. Если мы посмотрим на прошлые данные и сравним с теми, что у нас есть, то мы поймем, что мы еще не приблизились к вершине. Интересно вот что, на отметках около 45 тысяч долларов за монету спотовые ETF купили 117 тысяч биткоин. На отметке в 68 тысяч они купили 153 тысячи монет. В целом за 60 дней спотовые биткоины ETF накопили 270 тысяч монет. С такими темпами и учитывая мультипликатор рынка, о котором мы говорили в прошлом видео, рыночная капитализация рынка может вырасти на 7 триллионов долларов в этом цикле. То, что произойдет дальше – вот что важно. Ведь именно это станет ответом на вопрос, насколько сильным остается спрос со стороны биткоин ETF. Получим ли мы большой пробой цены вниз или же ETF просто собираются проглотить все продаваемые монеты, тем самым предотвратив дальнейшее падение. Если в ближайшие дни мы увидим продолжительный обвал, допустим, ниже 70, ниже 60, тогда я бы уже начал сомневаться в остающейся силе спроса ETF. Но мы также должны понимать, что с начала февраля мы не касались этой основной скользящей, которая служит поддержкой весь этот рост. Хотя несколько раз мы к ней стремились вот здесь и вот здесь. На данный момент это около 64 тысяч долларов. Поэтому я считаю, что для того, чтобы назвать это настоящим крахом цены, нам нужно опуститься хотя бы до 63. Если этого не случится, я даже не назову это падение обвалом цены. Если мы посмотрим на VRVP прямо здесь, то увидим, что биткоин очень-очень хорошо собирали на отметке в 58 тысяч долларов. Поэтому если мы пробьем эту среднюю скользящую, то скорее всего следующая отметка, к которой мы будем стремиться, окажется 58 тысяч долларов. Такая коррекция будет весьма кстати, ведь это поможет остудить рынки. Посмотри на этот график. Это худший сценарий для биткоина. Это реализованная цена спотовых биткоин ETF без учета грейскейла и цена биткоина сверху. В худшем варианте цена биткоина может упасть до линии этой реализованной цены. Навряд ли они захотят опускать цену ниже, ведь тогда их клиенты окажутся в минусах. Однако я уверен на 100%, если бы спотовых биткоин ETF не было, мы бы улетели сейчас на 58 тысяч долларов. Я просто пока не понимаю, насколько сильным остается спрос со стороны ETF. Но как мы говорили, они больше покупали на 63 тысячах, чем на 45. Но вчера приток в них был одним из самых маленьких за всю историю их существования. И как вывод. Лично я очень хочу настоящую большую коррекцию на 40-50%. Я хочу увидеть, как люди снова начнут бояться. Я хочу увидеть, как медведи снова выйдут и начнут колотить себя в грудь и заявлять, что вершина цикла достигнута. Что биткоин достиг пика. Я хочу увидеть возвращение этих настроений, потому что это будет оптимистичным сигналом для меня. И на рынке появятся лучшие точки входа. Ведь сейчас я поделюсь с тобой уже своей собственной закрытой информацией, которую я делился ранее лишь с одним человеком. Поэтому это будет нашим секретом. Никому это не показывать. Это индикатор моего собственного производства. Точнее, его часть. Он обозначает в процентном выражении количество монет, которые ближе всего к годовому пику, чем к годовому низу. И как ты видишь, сейчас намного больше монет, которые ближе к своему годовому пику. А значит, остается очень немного хороших покупок на этом рынке. Вот зачем мне нужна коррекция. Чтобы их стало больше. Меня зовут Богатейший Ди и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok